друзья всем синтял мы по-прежнему в ничанге вышел прогуляться сниму для вас очередной выпуск погода у нас налаживается уже светит солнышко но дует сильный ветер волны на море сохраняются вот таким образом все выглядит народ уже купается вовсю много туристов много отдыхающих пляж заполнен но не полностью всем место найдется обязательно приезжайте сюда отдыхать обязательно подпишитесь на мой канал будет очень интересно подписывайтесь на мой телеграм-канал ставьте лайки комментируйте сами все знаете погнали сейчас когда выходил из дома зашел оплатить коммунальные услуги за нашу квартиру нам пришел счет заводу его мы платим сами на ресепшене счет составил 104 тысячи донгов это примерно 320 330 рублей прошлом месяце у нас было заводу где-то 87000 то есть меньше 300 рублей представляете за электричество мы прошлом месяце заплатили 280 тысяч кажется то есть суммарно вся коммуналка нам обходится где-то в полторы тысячи рублей напишите в комментариях сколько вы платите за коммунальные услуги у себя будет интересно сравнить и почитать и так мы переходим дорогу в ничанге вот таким образом все выглядит очень опасно будьте аккуратны и максимально бдительны и машины пропускайте точно а вот байкера с байкерами надо быть смелее самое главное быть уверенными и не останавливаться то есть потихоньку набрать свой темп идти ни в коем случае нельзя делать шаг назад потому что байкера видя как вы идете будут обезжать вас сзади и если вы сделаете шаг назад может случиться столкновение поэтому тут нужно выработать свою технику свою систему но мы с вами сейчас направляемся на дело мне нужно распечатать наши и визы для нашего 3 уже виза рано здесь во вьетнаме который мы отправимся буквально в эту субботу связи с этим у меня вопрос хотели бы вы увидеть еще один выпуск из за рано потому что у меня на канале уже есть два выпуска если вы не смотрели еще обязательно посмотрите я думаю что стоит обязательно снять потому что каждое это путешествие является таким уникальным какие-то обстоятельства меняются и все-таки это достаточно интересно я думаю что я в своем телеграм-канале устрою голосование на эту тему поэтому если вы еще не подписаны на телеграм-канал обязательно подпишитесь там много интересные инфы стараюсь публиковать ну и в целом как проявляйте активность это такой канал связи с вами где мы можем напрямую с вами общаться я сейчас нахожусь на 3 линии где-то здесь рядышком был центр фотокопии мы прошлый раз здесь собственно печатали уже наши и визы а вот кажется я вижу сейчас зайдем и распечатаем с вами очень интересно у них там очень старые древние компы таки канал вот так все выглядит канал они попи а так все выглядит я дал флешку все скинул в два файла на флешку и собственно дал флешку вот их будут сейчас печатать вот таким образом выглядит мне кажется здесь еще windows и стоит у них готовы есть вот такой вот огромный принтер я думаю с цветной печатью стоит по моему 5000 донгов по моему за два листика мы тогда заплатили но сейчас распечатаем и все расскажу все ребята я распечатал вот наши визы в общем по стоимости 2000 донгов за один листик ссылочку на эту точку оставлю в описании я думаю многим будет полезно находится это в центре на третьей линии а вот так по вьетнаме выглядит детский садик посмотрите розового цвета интересно разокрашено все сейчас попробуем заглянуть вовнутрь там он детские площадки все так стилизовано интересно и вот детей забирают и школу или садик наверное это садик мне кажется может быть ранее школа вот таким вот образом выглядит можем немножко заглянуть стоит кстати отметить что здесь школьная форма очень похожа на пионерскую то есть здесь до сих пор же коммунизм социализм и ну и соответственно все это сохранено здесь сейчас вот напротив увидел магазин moon milk называется чем примечателен этот магазин там продается российские продукты сейчас заглянем туда посмотрим что там есть в общем зашли вот так выглядит магазин чем примечательны да что здесь встречаются российские продукты сейчас попробую показать быстренько пробежимся здесь вот есть своя выпечка у них тортики пироженки багеты свежие мы в прошлый раз тоже один раз сюда заходили 6 тысяч донго стоит мы брали различные вот булочки свойки батончик свеженький чипсы фрукты овощи пока что российского при этом ничего не вижу еще здесь кстати говоря чем отличается здесь есть сыры далеко не везде во Вьетнаме можно найти сыры здесь они большой выбор представлен огромное количество по сравнению с тем что встречается или не встречается наоборот в других магазинах здесь как всегда большой выбор лапши быстрого приготовления различные макароны колбасные нарезки огромное количество рыба, курица, мясо интересно кстати вот тут в морозильных отделениях я в прошлый раз видел даже пельмени сейчас посмотрим мясо, мясо, фарш, замороженная курица и прям было написано русские пельмени сегодня пельмени нету ну и из русских продуктов не знаю даже в прошлый раз как будто прям бросались в глаза а сегодня ничего такого и не попадается странно идем дальше здесь здесь вот отдел со сладостями тоже в принципе все вьетнамское а вот вижу смотрите что семечки интересно чаи, кофе кстати здесь есть пакетированный чай тоже достаточно редко тут встречается здесь вот пакетированный чай есть есть в общем вот такой беглый обзорчик на магазин Moon Milk в прошлый раз мне почему-то казалось что там большое количество российских продуктов а в этот раз как-то не очень там много только семечки российские я увидел идем дальше здесь вот рядом где-то был а вот он магазин вот так выглядит называется вот так вот он называется собственно мы здесь один раз были здесь интересно продаются всякие экзотические продукты сувениры вот если вот такое еще можно встретить в любых других магазинах здесь сушеные крабы рыбка сушеная вот всякая рыбная продукция морские коньки все в герметичных упаковках я так понимаю можно привести с собой вот такой сушеный кальмар 258 тысяч донгов за полкило рыбка вот такая различная посмотрите вот на это просто различные настойки особенно вот на это гляньте кобра которая еще живет змею какую-то и обратите внимание на цену это не дешевое удовольствие это действительно эксклюзив 8 тысяч почти 9 тысяч донгов миллионов донгов стоит такая бутылка настойка их здесь огромное количество вот такая вот здесь непонятно что морские коньки тоже змея судя по всему 9 миллионов донгов есть вот маленькие бутылочки со скорпионами боже мой что здесь происходит и вот такая бутылочка стоит 350 тысяч донгов напишите в комментариях вы бы решились такое попробовать мне как-то стремновато если честно дальше здесь вот еще различные настойки крабы морские звезды вот такая двухлитровая 950 тысяч донгов стоит есть менее изощренные я так понимаю если можно так сказать вот с морскими коньками гребешками ой 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 чего тут только нет а вот кстати есть тут такие сувенирные наборы морская звезда коньки стоят 3 миллиона 400 тысяч донгов магазин при этом на самом деле большой достаточно выглядит вот таким вот образом можно взять рыбку на разрез вот так интересно все выглядит есть креветки сушеные сушеные я так понимаю за килограмм миллион двести восемьдесят тысяч донгов такие крупнее почти полтора миллиона донгов за килограмм а вот здесь это акуль и плавники я не знаю что с ними делают ну вот смотрите нарисованная акула вот таким образом выглядит надеюсь не сильно отсвечивает и стоит это удовольствие три миллиона донгов это примерно десять тысяч рублей может чуть поменьше ой 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 не знаю может быть это используется там для медицины какой-то традиционной в общем интересно тут можно сказать второй этаж такой небольшая лесенка здесь уже более классические сувенирные продукции различные брелки ракушки вот такая вот ракушечка ничан написано здесь также вот сувенирные продукции которые можно встретить и в наших городах вот такие вот кораблики интересные подделки из ракушек выглядит симпатично достаточно но я думаю такие сувениры проблематично будет довести до дома в целости и сохранности вот такие вот интересные кораблики в бутылочках выглядит прикольно и интересно такие штуки я думаю довести вполне себе можно вот такая вот штука с песком с ракушками в бутылке тоже клево выглядит есть разных цветов ну опять же ракушки покрашенные лакированные я так понимаю вот такие вот огромные ракушки кто может быть мечтал давно о такой можно вот сюда приехать и приобрести себе давайте послушаем слышно ли море море слышно оно здесь слышно повсюду это же ничан вот есть экземпляры поменьше я думаю можете зайти и приобрести дальше здесь есть бижутерия различные браслетики украшения бусы выглядит симпатично вот вот изделия из жемчуга я так понимаю браслетики жерелья по ценникам честно говоря не вижу ценников поэтому сказать сориентировать не могу вот здесь более элитный я так понимаю крупный жемчуг выглядит вот таким вот образом ну и вот здесь еще бусы я так понимаю это уже не жемчуг а различные другой какой-то материал используется вот такие вот вот такая вот сувенирная продукция интересная я так понимаю это для благовоний да это штуки ну и собственно сами ароматические палочки вот это вот интересно что такое просто как будто кусок дерева выглядит вот тут вижу ценник вот такой кусок дерева стоит сто восемьдесят тысяч тонгов ребят ну это просто же кусок дерева а что так можно было просто продать кусок дерева ладно будем знать в общем вот такой вот интересный магазинчик много всего он достаточно большой вот посмотрите то есть есть тут ступеньки второй этаж там вот вся сувенирная продукция здесь съедобная продукция кому интересно ссылочку на эту точку оставлю в описании я думаю те кто захотят приобрести сувенирную продукцию или какую-то экзотику для себя могут воспользоваться этим ну что друзья вот мы вернулись на набережную вот такой вот выпуск получился кстати обратил внимание сейчас тут до сих пор стоит такая фотозона стета интересно или вьетнамцы будут праздновать еще один раз такой вот спонтанный выпуск получился надеюсь вам было интересно сейчас подхожу к морю тут дует сильный ветер на самом деле и волны но народ купается народ кайфует отдыхает все равно несмотря ни на что много вопросов на самом деле задают мне по поводу погоды здесь смотрите какое-то мероприятие проходит люди стоят подняв руки вверх не знаю может быть это какой-то религиозный обряд здесь кстати на самом деле помимо христианства буддизма проповедуют так называемый дух предков религия дух предков я честно говоря слабо разобрался в чем она заключается но очень много последователей этого культа либо религии как это назвать каждый назовет наверное по-своему в общем на этом буду заканчивать такой вот выпуск получился надеюсь вам было интересно обязательно подписывайтесь пишите комментарии подписывайтесь на мой телеграм-канал там много интересной инфы стараюсь публиковать и опять же это такой обратный канал связи можете задавать мне вопросы на различные темы всем постараюсь по возможности ответить на этом все всем спасибо что смотрели этот выпуск до конца всем пока еще увидимся до конца